всем мои лучшие пожелания 3d код давайте разберемся что такое авторитопологии запекания погнали так можно здесь вот нажать клавишу сделать ретопологию и включить применить авторитопологию это первый вариант второй вариант можно нажать файл импорт и нажать импортировать для авторитопологии нажимаем сейчас подгрузим модель опять же боба чтобы уже на нем посмотреть как все это дело работает модель подгружается сейчас будет одна рамка вторая вот высветилась у нас параметра авторитопологии жмем ok здесь вот где 70 уменьшить уменьшить модель до получения желаемого количества полигонов можно прибавить уменьшить полигоны здесь вот стоят базовые настройки жмем ok мы сейчас скульптинге переключаемся на ретопологию alt левая кнопка мыши разворачивает модель alt зажатая правая кнопка мыши приближает модель и alt зажатое колесико двигает модель по экрану отключим перспективу подкорректируем вот здесь написано что можно рисовать рисовать можно штрихами вот вы нажимаете штрихи ими можно рисовать полигоны где бы вы хотели чтобы они были и какие можно без рисования просто нажать далее и будет построена авторитопология ну давайте порисуем авторитопология понятно она сама построит но интересно как с рисованием вот так все это дело приблизим нажимаем рисование и вот показываем так он зет сначала включим с английскую путем симметрию и будем рисовать симметрии потому что себе симметрия рисовать то получится надо и тут глаз рисовать и тут и тут губы уже все вместе а так она отзеркалится ну и давайте что-нибудь этакая вот так вот нарисуем замкнем потом вот так вот нарисуем побольше замкнем ну и можно вот тут еще вот так вот нарисовать где-то побольше вот так и тоже замкнуть все теперь это дело расчертим здесь есть опять же точки по которым можно все это расчерчивать но я так по быстренько заебала реклама вот так вот где-то вот так криво конечно но пойдет так также можно начертить именно губы вот так все это дело здесь отметить вот таким вот образом потом где-то вот тут вот так вот отметить тоже замкнуть и вот так все это дело расчертить немножко alt правая кнопка мыши можно уменьшить чтоб не замыкалась control z вот эта вот полоса не должна замыкаться вот так вот теперь control alt зажатый вот тогда вот получается штука еще можно также уши нарисовать но это уже другой вопрос это кому как интересно нужно смотреть все устроенная с ушами еще не разбирался так далее нажимаем он показывает что функция авторитопологии пытается создать вот и пусть пытается сейчас ждем все это дело прогоняет смотрим что получилось именно с ритопологии и посмотрим как это все потом будет выглядеть в зебраж получилось вот такая ритопология теперь с нажимаем x отключаем симметрию вот так вот все прикольно здесь выглядит вот такая сетка что еще можно сделать давайте зайдем пока в рисование и попробуем что-нибудь тут это как нарисовать вот так все это дело рисуем раскрашиваем модель полностью так чуть-чуть alt левая кнопка мыши правая кнопка мыши кисть побольше давайте поставим какой-нибудь пусть будет красный цвет окей пусть будет красным таком порыве для эксперимента вот этот файл сейчас пока сохраним экспорт формате общ назовем допустим 44 сохранить окей ждем теперь заходим в ритопологию здесь у нас есть вот высокополигональная модель его после ритопологии вот модель что можно сделать теперь запечь ставим галочку использовать имена соответствия для выпечки они должны быть идентичны следом в команды заходим находим опции здесь вот есть настройки версия программного обеспечения мне нужна the brush метод просчета нормали без пропорционален углу экспорт нормали майя можно 3d max поставить простой метод триангуляции простой там генциальный пространственный стандарт можно поставить майя можно поставить юнити микс space и так далее ну вот жмем теперь ок применяем теперь заходим допустим в развертку в юве можно разрезы самому поставить так давайте вот этот теперь файл тоже сохраним в забрать посмотрим что получилось так экспорт ритопологичный мэш назовем его 55 опять сохранить теперь выставляем именно юви превьют эту развертку находим так симметрия подразделить экспорт команды находим именно трансформ линейка юви команды вот нажимаем развернуть развертку ждем опять же немного некоторое время сейчас нужно будет автомаппинг сделать авторазрезы можно вручную авторазрезы делать сейчас тоже покажу как вот такая развертка получилось если вы ставите разрезы сами это зажатый shift вот вы можете резать модель сами так вот где то вот так вот ставить разрезы как вам нужно есть тут такая функция автомаппинг сейчас мы найдем авторазрезы вот автомаппинг тоже можно поставить и вот теперь развернуть можно автомаппинг нажать автомаппинг нажать он сейчас тоже поменяется это дело и вот получилось авторазверка так ну вот модель раскрашена в красный цвет теперь можно все это дело запечь сначала мы и эту модельку сохраним экспорт назовем ее 66 а на модели 77 запекем запечь с картой нормалей ставим ок и теперь ждем с опять же тут настройки сохранить ювизы браш без подразделения и так далее ок жмем окей и теперь жмем файл и опять же экспорт формате общ только теперь 77 называем модель вот такая вот штука в рисовании можно зайти здесь вот рисуйте по слоям можно в иерархии отключить именно второй мэш вот который высокополигональный четвертая смотрите сетку и раскрашиваете уже сейчас красите уже вот по этой сетке без высокополигонального мэша и у вас будет нормальное все это дело развертка если вот этот не отключается то получается все будет пега сейчас я вам это все покажу вот это все мы тоже немножко закрашиваем так отключаем симметрию x и сохраняем еще и эту модельку сохранить экспорт так ок назовем ее 88 окей также можно сохранить юви карту сохранить юви нажимаете на рабочий стол жмем еем название допустим заходим заходим в ретопологию и можно повторить запекание так запись с картой нормали окей да ну и давайте теперь сохраним и эту модель экспорт это будет у нас девятка уже 99 сейчас зайдем в зебраж и рассмотрим что получилось в каком это все виде и так далее зебраж 2019 и погнали разбираться что у нас получилось импортируем сначала первую модель после раскрашивания без отключения высокополигональной модели это у нас было 44 вот так все это дело раскрашено вот такая получилась модель давайте попробуем это вот модель должна быть без запекания давайте попробуем рисовать по ней теперь в зебраж нажимаем любой цвет ну допустим белый и попробуем красить вы видите что работать можно с моделью ее можно дорабатывать докрашивать вот таким вот образом дорабатывать словом так теперь посмотрим сетку сетка вот такая в треугольниках вот такой у нее внешний вид так теперь давайте импортируем следующую модель это у нас получается 55 открываем вот модель уже с запеканием по моему сейчас попробуем также рисовать по ней так рисовать получается по модели все можно рисовать ctrl d так вот есть отсутствие полигонов кое-каких это можно исправить modifit apology close так divide и удалим и вот теперь close теперь ctrl w назначаем одну полигруппу и вот теперь мы можем опять же по ней работать так по моему вот эта вторая модель тоже была без запекания но уже с отключением высокополигональной модели так смотрим все с этим можно работать с ctrl d ctrl d ctrl d опять же можно поставить так delete и close ctrl w ctrl w смотрим как она рисует по модели тоже можно работать рисовать все прикольно на такие вот штукенции смотрим сетку вот такая классная сетка мы давайте еще девяносто девятую модель посмотрим так модель девяносто девять последние с запеканием точно так же уже перекрашенная вот так она выглядит вот так ctrl d ctrl d и опять же можно delete close ctrl w и попробуем применить текстуру импорт находим UV развертку вот она подгружаем и вот здесь вот находим так находим текстуры map вот она подгружаем сюда именно развертку и UV map вот так она вся выглядит вот такая развертка так попробуем по развертке покрасить не получается печаль нужно красить только по модели так попробуем красить по модели вот уже по модели красить не получается потому что подгрузилась UV развертка работать уже с ней нельзя также можно нажать clone txt и вот здесь сохранить развертку нажимаете на нее и сохранить экспорт развертку уже с the brush можно тут поменять формат допустим jpeg окей здесь она показывает вам можно обрезать туда-сюда сохранить окей вот такая вот штукенция все всем пока до свидания до свидания на